МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Никос Лагерос на посту президента Мастинционного совета Западной Армении. Состоялась панихида и похоронная служба вооруженной Карапетяна. Мы не можем обсуждать формулу территории за мир Никол Пашинян. Армения купила российские самолеты Су-30СМ. У администрации Аскеранского района Арцаха новый руководитель. Ситуация в Сирии. Северный Кипр не будет участвовать на чемпионате Европы Конифа в Арцахе. Мир управляется гармонией. И хотя Франция мой дом, мои корни в Армении. Больше, чем когда-либо они напоминают мне об этом. Никос Лагерос родился 30 апреля 1968 года. Он математико-стратегический советник. Его деятельность в основном связана с греческими и кипрскими государствами. Профессор был приглашен. Университет Траки. Заведующий кафедрой истории и математической философии. Кафедра педагогики. Афинский университет. Заведующий кафедрой социологии и биоэтики. Кибернетики. Политехническая школа Ксанти. По стратегическому менеджменту. Школа национальной безопасности Греции. Руководитель математических курсов на кафедре информатики. Профессор греческой полицейской академии. Руководитель Балканской платформы исследований глобальной стратегии и обороны Греции. Профессор греческой школы национальной безопасности. Руководитель стратегии и теории. Никас Лигерос также является лингвистом, поэтом, драматургом, композитором, автором песен, режиссером и создателем тестов IQ. Он создал фонд «Альтруизм», который помогает беженцам подавать свои жалобы в Европейский суд по правам человека. Участвует в многочисленных конференциях, интервью и семинарах, в частности по вопросам геноцида против армян. В 2018 году назначен председателем Конституционного совета Западной Армении. 28 января 2019 года был переизбран на пост президента Конституционного совета на пять лет президентом Западной Армении Арменаком Абрамяном. 30 января состоялась панихида бойца Асалы Воружана Карпетяна. Сегодня, 31 января, Воружан Карпетян был похоронен в военном пантеоне Ерабулур. Почтить память воина Асала от лица Западной Армении присутствовали премьер-министр Республики Западной Армении Гарник Саркисян, спикер парламента Республики Западной Армении Агван Тонаканян, депутаты парламента Карапет Тубузян, Вачи Акапян и Амая Куркчан. Таким образом, Воружан Карпетян стал первым из 39 погибших бойцов Асала, который был похоронен в Ерабулуре. Он продолжил путь для остальных 39 бойцов, чьи останки должны быть перезахоронены в Ерабулуре на аллее бойцов Асала. Встреча с Алиевым – это не переговор, заявил сегодня журналистом премьер-министр Армении Никол Пашинян. Это неформальные контакты, в ходе которых происходит обмен мнениями. Я не могу дословно рассказать, я сказал так, что он ответил так. Это некорректно, отметил Пашинян. На вопрос, обсуждался ли во время встречи Карабахский конфликт, Никол Пашинян ответил, не могу сказать. На замечание, есть ли инициатива начать переговоры, Пашинян отметил, что этот вопрос находится в повестке обсуждения глав МИД. На встрече с господином Алиевым мы сказали, что наши министры иностранных дел работают в этом направлении. Вместе с сопредседателями представят рекомендации решим, заявил он. Касаясь тезиса территории за мир, премьер-министр Армении сказал, что мы не можем обсуждать формулу территории за мир. Армения закупила у России многоцелевые истребители Су-30СМ, сообщили в Минобороны Армении в ответе на вопрос спутника Армении. Республика Армении подписала соответствующую сделку по приобретению российских самолетов Су-30СМ, говорится в сообщении. О количестве самолетов и сумме сделки в Минобороны не ответили, сославшись на секретные данные. Часть информации по сообщению ведомства будет опубликована на соответствующих этапах реализации сделки. В сообщении также отмечается, что процесс приобретения вооружений в рамках ранее выделенного российского кредита в 100 млн долларов находится на стадии реализации. О том, что процесс приобретения самолетов близок к завершению, министр обороны Давид Танаян заявил на встрече с российскими журналистами 1 декабря. Тогда же он сообщил, что на стадии завершения находятся и переговоры о поставках вооружений в рамках российского кредита в 100 млн долларов. Су-30СМ – многоцелевой истребитель российского производства. Благодаря своим техническим и летным характеристикам Су-30СМ относится к поколению 4++. Главная задача этой машины – завоевание господства в воздушном пространстве. Он способен выполнять поставленные задачи вне зависимости от погодных условий и времени суток. Кроме воздушных целей он может эффективно поражать наземные объекты, а также проводить разведку и передавать данные о предполагаемых целях других самолетам групп. Президент Республики Арцах Нагорно-Карабахской Республики НКР Баков Саакян 31 января подписал указ, согласно которому Акоп Каграманян освобожден от должности председателя Государственной комиссии по урегулированию общественных услуг и экономической конкуренции, согласно его собственному заявлению и в связи с переходом на другую должность. Как передает пресс-служба президента НКР, в тот же день президент Саакян утвердил решение правительства о назначении Акопа Каграманяна руководителем администрации Аскеранского района. Бакос Саакян 31 января посетил город Аскеран и представил сотрудникам райадминистрации, руководителям соответствующих структур и общин района нового руководителя. Райадминистрации пожелал ему плодотворной работы. Боевики в нарушении режима прекращения огня открыли огонь по территории сирийских провинций Хама, Латакия и города Алеппо, сообщается в информационном бюллетене Российского центра по примирению враждующих сторон Сирии. Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, за минувшие сутки совершили обстрелы населенных пунктов Каратин-Эль-Кебира, Тель-Базам, Тель-Марак и Ачан провинции Хама, населенного пункта Икко провинции Латакия, а также районы научно-исследовательского центра города Алеппо. В ЦПВС также сообщили, что к этому моменту через пункты пропуска, действующие при содействии центра, в свои дома вернулись более 220 тысяч беженцев. Чемпионат Европы Конефа в Республике Арцах в 2019 году пройдет в июне. Как стало известно, турецкая самопровозглашенная Республика Северного Кипра не примет участие в чемпионате, пишет новостной сайт ermanihaber.ee. По словам источника, причина неучастия Северного Кипра заключается в том, что турнир пройдет именно в Арцахе. Как известно, участвуют 12 команд, которые делятся на 4 группы. Группа А – Арцах, Сапми, Луганск. Группа Б – Абхазия, Кравство, Ниццы, Чамерия. Группа С – Падания, Донецк, Сардиния. Группа Д – Секея, Западная Армения, Южная Осетия. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию музыкальную группу на река ци. Группа Д – Секея, Западная Армения, Южная Осетия, 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 Ю Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!